Привет, друзья, с вами я Антон Чейз и пока мой злобный брат-близнец делает трансферные стримы за Deportiva Это как минимум еще один сегодня будет, потому что мы планируем прям реально нормально вдумчиво команду усилить Потому что шансы на выживание напрямую зависят от этого, а вылетать так сразу не сильно-то и хочется В общем, я в это время как-то должен заполнить, так сказать, эту дыру контента Поэтому, друзья, сегодня у нас старый добрый эксперимент, как говорится, миллионы людей просили, миллиарды людей ждали Пожалуйста, друзья, чемпионат СССР в FM22 С пылу, с жару! Кушайте, не обляпайтесь Приятного просмотра, лайки, комментарии, ну вы знаете В последнее время сообщество FM постоянно расширяется, поэтому рекомендую обратить внимание на новый канал MSK13Story Несмотря на то, что FM совсем недавно начал, он уже делает качественный контент Весьма необычная подача карьеры с интересным прологом и яркими событиями Автор не пользуется готовыми тактиками, а создает свои Прививая эффектный футбол, а перспективную молодежь развивает и выращивает футболистов высокого уровня Рекомендую подписаться на канал MSK13Story, ссылочка под видео Итак, хлопцы, Сибры Дальше, к сожалению, не знаю, как будет, допустим, там по-армянски, ребята По-латвийски, по-литовски, по-кыргызски Ну, в комментариях, кто напишет, тому респект Я даже, может быть, прочитаю Ну, просто когда в ванной буду мыться И между делом, пока трогаю себя там Почитываю комментарии порой, да Что мы имеем? Высший дивизион советского чемпионата Здесь есть такие вот замечательные команды Как говорится, есть и украинские, и белорусские, и казахские И даже Жалгерес, это, по-моему, если честно, Вильнюс, блин Это Эстония? Блин, позор Ну, с другой стороны, блин, чуваки, какие-то мне вопросы Если моя учительница по географии нам пыталась впарить, что в километре 100 метров Какие могут быть ко мне вопросы после этого? Ну, по-моему, Эстония Так, нет, Эстония это Таллин Латвия, Литва Пусть будет Литва Пусть будет Литва, все Моя прогноза это Литва Итак, чуть ниже, собственно, советский пердив Как бы это неблагозвучно звучало, но так оно и есть Здесь есть Батуми, да, это Грузия вроде бы Опять-таки, страшно ошибиться, потому что Ну, у многих стран, там, сами понимаете, какие-то конфликты Сейчас назовешь какую-то территорию, какой-то город другой страной И в комментариях тебя просто сожрут Поэтому, друзья, никаких провокаций здесь нет Просто я херово знаю географию Ну, насколько это вас зовут Вот, Флора, это эстонский клуб Вот, Таллин, Эстония, да Рига, Латвия Вильнюс, Литва Вот и все, друзья, вот и порешали вопросы Короче, советский пердив Вы думаете, все? Нифига Советский, получается, ПФЛ Здесь команды еще более скромные Конечно, кто-нибудь может спорить Скажет, допустим, то, что Локомотив Тбилиси лучше, чем Динамо Батуми Может быть, я не знаю, пацаны Я не знаю Если что, не я автор этого апдейта Я просто взял из Стима Торпеда Жодина Сабуртало Вот здесь А, написано Тбилиси, собственно Я думал, что-нибудь из азиатских стран Так, а где? Вот реально Так Кызил Орда Ну, это, конечно, что азиатское То есть Вряд ли это Казахстан Может быть, узбекская команда Может быть, кыргызская Я не знаю, я не знаю А то есть Рух Брест Интересно Анастасия Шлайдо, так сказать Еще Здесь Давайте так Фу, так Где она? Ну, где она, реально? Какой-то анд... А, вот она На стену Да, чувак Им нужно сегодня на стриме Моему злобному брату-близнецу Забестить Еще несколько тысяч бэксов Чтобы очки были с зумом Потому что я нихрена не вижу Ну, вроде она Короче, смотрим дальше Рух Брест Соответственно, да Сэконд Третий Тоже, например, четвертый дивизион Да, уже прям Динамо Самарканд Если честно, я Когда был мелким Думал, что Самарканд Это вообще какой-то волшебный город И там живет Аладдин Но оказывается, что это реально Настоящий город Самарканд И тоже не хочется Прям вот Утверждать В какой... Ну, видимо, Узбекистан Да, как бы Красивая форма Все дела У меня зубная паста Похожая Только там вместо Желтого Белый Судува Звучит как-то вот По-прибалтийски Но Это команда Из Японии Наверное, из Литвы Нифига себе Ки, суки, Хонда Будет играть в нашем Четвертом дивизионе Таком выдуманном Да, ну-ка, что там у него По скиллам Ну, кстати, ну, кстати Ну, кстати Он бы мог бы В любой топ-команде Нашего Выдуманного Чем поиграть Вот Вроде бы Николас Горобцов Неплохой футболист Так Вообще У этой команды Хороший состав Это Удивительно Потому что Обычно Обычно Последнее время Прибалтийские Клубы Не особо Прям Сверкают Да В Еврокубках Как, в принципе, всегда Окей Так И Есть даже Пятый дивизион Вы, наверное, удивитесь Но он реально есть Здесь Есть Совсем уж Какой-то просто Андеграунд Футбола Это Зира Шо 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 Азербайджанская, наверное Как я понимаю Команда С Орлом На эмблеме И Опять-таки Какая-то Географическая территория Указана Сорян Может быть Парни из Вот этого города Может быть Город Зира Такие думают Что? Какого Кого мы смотрим? Тьфу И просто Плюют В экран Не знаю Там Пытаются Там Короче Страшные вещи Делать Но чуваки Опять-таки Без негатива Просто Вот Ну я Я же Не могу Все сдать Вот Например Ингулец Это Беларусь Сука Это Украина Да Пятихатка Блин Мне нравится Это название ФК Пятихатка Красиво звучит Дисанжи Алания Например Калью Точно Что-то Прибалтийское Да Эстонский клуб Короче Все Ниже Там уже Юниорские Составы В общем Вы поняли Да Полный Пакет Полный Фарш Красиво Все И Сексуально Хотя В СССР Секса не было Поэтому Красиво Все И Коммунистично Сейчас мы промотаем Ну где-то 18 миллиардов И посмотрим Кто будет чемпионом В эти годы И Поднимется ли наш футбол А то Последнее время Ну по крайней мере Клубы РПЛ В Еврокубках не очень Там Шахтер неплохо Вроде вот полуфинал был В прошлом Или позапрошлом году ЛЕ Короче Друзья Итак Машина времени Запускается Итак друзья На календаре Май 2038 года Какие у вас Планы На май 2038 Лично я планирую Постримить А вы В комментариях Можете свои Идеи Оставлять Друзья Первый Сезон Закончился Вот так Кстати Шахтер Оказался Ниже Сочи Охереть Собственно По другому Это Никак не Прокомментируешь Потому что Ну Это же Бред Согласны Но Но распорядилась Игра Так Опять так Ко мне Претензий Никаких Если я был бы Фаном Этой Подзенитной Команды То могли бы Сказать Что Антон Ай-яй-яй Но Вообще У Сочи Фанов Нет Сами Знаете Поэтому Случилось Что случилось И вот уже Во втором Сезоне Так сказать Справедливость Сочи Это Сердня Серднячковые Места Занимает Даже Карабах Выше Например Даже Там ЦСКА Полумертвая Может Конечно Уже Через три года ЦСКА Ого-го И Все Не поверите Якубовичем Потому что Якубович В Тулу Пролетал Летом На вертолете Да Реально На площадь Приземлился И раздавал Всем Реально Эскимо И там Такая Была Толпа Людей Можете Про этот Случай Погубить В интернете Там Просто Такая Там Реально Была Давка И В комментариях Многие По этому поводу Типа Как так Люди Вы что Животные Но знаете Что За Эскимо Я бы сам Кого Хочу Шутка 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 Конечно Зенит Четвертое Чемпионство Подряд Бедный Шахтерник Никак В Еврокубке Не попадет Никак Так А ЦСКА Между прочим Такой местный Местный Лондонский Арсенал Времен Арсена Венгера Четвертое место Занимает Пошел уже Шестой По моему Сезон Или пятый Вновь Чемпион Знаете Я начинаю Разочаровываться В этом Эксперименте В плане Того Что Какого хера Опять Вы просто Гляньте На отрыв Нет В России Скорее всего Ближайшее Время Так и будет То есть Ближайшие Я уже об этом Говорил По моему Года два назад И продолжаю Говорить Что в ближайшие Лет 100-150 Зенит Это будет Стабильный Чемпион Не знаю Может быть Когда кончится Газ В России Может быть Что-то меняется Но я не знаю Там такие Месторождения Чуваки Просто Я сам После пива С сухарями Такое Пополнение Короче Этого Месторождения Прямо у себя Дома Короче Ну вы поняли Опять Зенит чемпион С отрывом в 25 очков Какой-то кошмар Шахтер Наконец Я не знаю Почему я за него болею Ну просто Просто шахтер Друзья Просто шахтер Хотя я помню Одно из Разочарований детства Друзья Когда шахтер Разгромил ЦСКА На кубке Первого канала Это был 2006 2007 год Когда такие матчи Были интересные И знаете что Сейчас мне было бы Похер на такой Товарищеский матч Но тогда Ничего себе Кубок Первого канала Такое было событие Ну что друзья 2000 Сейчас мы видим Восьмой год Двадцать восьмой Чемпион Зенит или нет Ох ты Ё Чё Газ кончился Да Всё Смотрите 88 очков 69 Это как вообще возможно На 20 очков меньше Киевская Динамо Чемпион Крестар Вторые ЦСКА Шахтер Восемь Что за прикол Кто-то может Сказать Антон А может быть Ты не подгрузил Украинский чемп Для этого апдейта Даже если Так Почему Динамо Киев Так хороши Шерлоки Холмсы Ну это я не знаю Опять Динамо Киев Чемпион ЦСКА Вылетает Шахтер Борьбой Конечно Это не назвать Отрыв В 10 очков Почти Но вы поняли ЦСКА ЦСКА И Шахтер Мои любимые команды В этом В этом эксперименте Шахтер был близок Друзья Без стеснения Шагаем дальше Этот Сезон Я комментировать Не хочу Извините 96 очков А вот так вот Не видно Сколько Капец Спартак Беспощаден Тут конечно Зенит тоже за ним Урвался В такую погоню Такую несла Это был горячий чемп Наверное Развязка была Просто пушечная Но Спартак Чемпион Шахтер Наконец Друзья Годы мучений Прошли не просто так Шахтер празднует Празднует Победу И вот уже пошли Последние Сезоны Локомотив Смотрите Разнообразные Это я понимаю Это ваш АПЛ Где каждый может Обыграть Каждого Вот Вот настоящий чемп Это я понимаю Веселье Спартак Опять чемпионом Стал Тульский арсенал Блин Смотрите какая борьба За выживание Блин Вот такой бы чемп Я бы посмотрел Я даже отдал бы Не знаю там Рублей Сколько Рублей 20 Но не подумайте Что я жадный В смысле Ну просто в СССР Там зарплата была Рублей 100-150 Поэтому 20 рублей Это большие деньги Поэтому я бы отдал бы За платных Хотя мне кажется В СССР Не должно быть платных трансляций И все должно быть Для народа Для людей И пиво И футбол И что еще Что вы хотели Чтобы было доступно Бесплатно Всегда Зенит чемпион И друзья Последний 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 Last season Of this experiment Это победа Зенита Давайте посмотрим Кто кубок России Извините Блин Все друзья 18 тысяч лет Лагерей Меня ждет Потому что я говорю За кубок СССР Конечно Кто взял Кубок СССР Кто взял Признавайтесь Называется данный Кубок Очень так сказать Романтично Очень коммунистично Кубок Советских Людей Давайте посмотрим Кто его За эти годы Выигрывал ЦСКА Рубин Спартак Спартак Красота Спартак Зенит Днамакиев Государь Днамакиев Шахтер ЦСКА Зенит Государь Днамакиев Днамакиев Сочи Раунд Пацаны Давайте вместе Возродим Версус Если это видео Берет 28 лайков Я пишу заявку На новый сезон Это же вот Кепочки Есть Рэперские Йоу Смотрите Так Что еще Давайте посмотрим Еврокубки Может быть там Какая-нибудь Наша команда Просочилась Куда-нибудь Ну В Лиге Чемпионов Вряд ли Хоть одна Наша Советская команда Дошла До Финала Но давайте Так вот Одним глазком Посмотрим И убедимся В том Что я Был Прав Но я здраво Оцениваю уровень Поэтому я не сильно Это и ожидал Поэтому друзья Может быть В ЛЕ Есть Наша Команда Вот эти Вильяреал Что интересно Вильяреал Последний Так сказать Победитель ЛЕ И вот Тут вот Да И в жизни И в игре Как бы Ничего себе Вселенная Просто схлопнулась Короче Смотрим Есть ли здесь Наша команда В Еврокубках Смотрим Внимательно Зенит Два раза Вышел В финал И к сожалению Слил Ну что ж Ну что ж Молодцы Молодцы Неплохо Неплохо Ну а друзья Не зря же Добрые господа Из УЕФА Придумали Третий Турнир Правда Я ХЗ Как он Называется Еврокаб 2 Он назывался В прошлом ФМ А здесь Как Да Союз Вместе Постой Постойте Так Ну этого парня Я не знаю Поэтому здесь Ничего интересного Нет О Ерошек В ЦСКА Это Сути Реально Неплохо Окей Киевская Динамо Месси Ах Блин Я аж подумал Олив Вообще Ну Блин Прикиньте Если бы Динамо Киев Тренировал бы Роналду А шахтер Месси Блин Это был бы Топич Я думаю Что многим Интересно Да Типа Как там Дела У сборной СССР Но К сожалению Да Здесь Общий Чемп Но сборная Не общий То есть Отдельно Сборная России Да Вы понимаете Вы просто В гляньте Где играют Наши ведущие Футболисты В их Офигенных Клубах Бавария Ливерпуль Реал Спартак Так вот То есть Отдельно Россия И отдельно Остальные Видите Да Отдельно Остальные Сборные Вот такая Вот История Поэтому Не получилось Создать Сборную СССР Только чем Как то так Друзья Но как говорится Что я могу сказать По этому поводу У меня лапки Что вы от меня хотите В общем друзья Как то так В общем Это было интересно Особенно Вот этот поворот Событий Просто такой твист В стиле Этого Шьемалана На чьемалана Друзья Сегодня Трансферный Стрим Поэтому Приходите Смотрите Я уже Сделал По моему Три Или четыре Трансфера Очень Очень Интересных В общем Усиляем Депортиво Как можем И Начинаем Выживать В Ла Ли Где Правильно Ге Жду вас Там Или В следующем Видео До скорой встречи Пока И да Некоторые спрашивают А где же стримы Ссылка в описании Ёлка